Добро пожаловать на следующее видео Что происходит, профессор? Здравствуйте, Уальтер, приветствую Вы знаете, я все думал Как вы справляетесь со всей этой оппозицией, которую мы получили в течение последних трех месяцев? Ну да, у нас есть оппозиция Но, вы знаете, у меня был очень обнадеживающий разговор с одним человеком Он пилот И он сказал мне, что когда ветер дует спереди, то самолету легче подняться и набрать высоту И мы также хотим перейти на более высокий уровень Подъем – это хорошая вещь Итак, я также вижу, что у нас есть новые украшения на столе Все эти украшения были там, в саде Мы просто поменяли их местами Это красивый аммонит Я не знаю, можете ли вы увидеть Я не знаю, как это сделать Наверное, я подниму его Это великолепные ископаемые И ему не миллионы лет Потому что такая минерализация может происходить в течение очень короткого периода времени И так это очень молодое ископаемое, которому, как предполагают, миллионы лет Но оно является хорошим примером того, что мы говорили о молодом возрасте Земли Тогда еще один вопрос, который я хотел бы, чтобы мы быстро рассмотрели, прежде чем мы перейдем к сегодняшней дискуссии И он также касается возраста Земли Только быстро Нефтяные месторождения Некоторые люди говорят, что этот процесс не может произойти очень быстро Да, бывают случаи быстрого нефтеобразования Итак, что такое нефть? Это органический материал Это микроорганизмы и мертвый органический материал, который был покрыт водой в результате наводнения, а затем превратился в нефть В основном это материал живых организмов, которые распались, чтобы стать нефтью И это может произойти очень, очень быстро Например, образование угля очень похоже Ты знаешь, что можно сделать нефть из угля Если вы возьмете древние ограждения, которые устанавливались при входе, скажем, в Соединенных Штатах Америки или других местах Некоторые из этих ограждений фактически превратились в уголь в нижней части И это не миллионы лет, мы говорим о времени колонизации, так что это очень быстрый процесс Спасибо И вообще, зачем мы продолжим, я просто хочу объяснить зрителям, особенно зрителям канала YouTube Ссылки, которые мы предоставляем, на которые мы всегда ссылаемся Если вы посмотрите под описанием, то там есть кнопка с надписью «Показать больше» И там предоставлены все ссылки Другими словами, под картинкой видео, которая запущена, есть описание того, о чем мы говорили И есть небольшая ссылка Надпись «Показать больше» Если вы нажмете эту кнопку «Показать больше», то получите ссылки, на которые мы ссылаемся Там же вы получите контактную информацию И если вы хотите отправить вопросы на Amazing Discovery Африка А затем также просто под этим мы обычно прикрепляем все ссылки под видео Вы также должны перейти к кнопке с надписью «Показать больше» Это просто уточнение для некоторых людей, если у них есть трудности с поиском ссылок Мы откроем нашу встречу молитвой Очень хорошо Наш любящий Отец Небесный Сегодня мы собираемся обсудить разницу между религией Вавилона и религией Библии И нам нужна небесная мудрость, чтобы понять все ее последствия И поэтому мы просим присутствия Твоего Духа во имя Иисуса, аминь Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы поговорим о Вавилоне И о громком кличе, который является вестью Четвертого Ангела из книги Откровения, 18 глава Мы обсуждали все эти события, которые происходят И у нас есть очень интересные вещи, происходящие на данный момент с Мировым Валютным Фондом И все эти перезагрузки, которые они хотят иметь в связи с экономикой и социальными отношениями человечества и народов и наций Есть этот огромный толчок глобализации с одной стороны А затем контраст националистического толчка от команды Трампа с другой стороны И это интересная гегелевская диалектика Но мы поговорим об этом в другой раз Мне было очень интересно увидеть, что он на самом деле сказал о своих недавних выступлениях Это было очень очевидно Столковение между глобализмом и национализмом И тем, что принц Чарльз должен бы сказать по другую сторону спектра Но это обсуждение для другого раза Итак, почему мы будем говорить о Вавилоне? Потому что в Библии очень ясно сказано Что нам нужно не просто выйти, а бежать из Вавилона Как раз перед предшествием Христа Если нам нужно бежать из Вавилона Почему мы должны бежать из Вавилона? И вопрос, который имеет первостепенное значение Кто такой Вавилон? И поэтому нам нужно взглянуть на вопросы о том Почему организация может быть частью Вавилона Во время, в которое мы живем Так что, если мы можем перейти к некоторым из подготовленных нами слайдов Вы увидите название «Вавилон и учение змея» Итак, каково учение змея? Учение змея разъясняется в самых первых главах книги Бытие И в него вводится третья глава первой книги Бытие У нас есть змей, говорящий «Подлинно ли сказал Бог?» Другими словами, он говорит «Действительно ли Бог сказал это?» «Ты уверен, что Бог так сказал?» «Я уверен, что он не это имел в виду» Это, наверное, означает что-то другое, верно? Затем он цитирует то, что сказал Бог И представляет контртеологию И это учение змея И если мы проанализируем вопросы То узнаем, каково учение или богословие Вавилона И почему его следует избегать Поэтому очень важно, чтобы мы рассмотрели эти вопросы Особенно в то время, в которое мы живем Потому что очень скоро мы отправимся в мир с громким кличем Итак, «Подлинно ли сказал Бог?» Это очень важная часть Библии Бытие, глава 3 Давайте посмотрим на этот стих более подробно «Змей был хитрее всех» Это очень важное слово, верно? Очень описательное, очень емкое слово Очень наглядное «Был хитрее всех» Это может быть похоже на подлый, коварный Да, верно, подлый, коварный «Был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог» И сказал змей жене «Подлинно ли сказал Бог?» «Не ешьте ни от какого дерева в раю» Они должны были есть плоды этого конкретного дерева Там было так много пищи И если мы немного вернемся назад и посмотрим Какова была диета человека Тогда мы можем задать вопрос Действительно ли Бог сказал, чтобы все существа ели растения? В «Бытие» 1.19 сказано «И сказал Бог «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя Вам сие будет в пищу» Другими словами, для еды Итак, первоначальная диета, как мы видели, это всякая трава, сеющая семя Итак, это все семена растений, все зерна, все семена Каждое дерево с фруктами, все эти фруктовые деревья и ореховые деревья Все это была первоначальная пища человека А всем зверям земным и всем птицам небесным И всякому присмыкающимся по земле, в котором душа живая Дал я всю зелень травную в пищу И стало так Итак, все на планете были вегетарианцами Мы обсудили некоторые из этих вопросов прежде, поэтому нам не нужно вдаваться в подробности Но я задаю вопрос в сегодняшнем контексте Действительно ли люди верят, что все были вегетарианцами? Или не думают, что животные эволюционировали и, очевидно, стали плотоядными? В эволюционном мышлении плотоядные имеют преимущество перед травоядными, потому что они должны разрабатывать стратегию по отлову животных и так далее и тому подобное В конечном итоге это привело к развитию все большего и большего интеллекта Другой вопрос Действительно ли Бог сказал, что существует только один способ обеспечить искупление? Другими словами, был только один путь спасения Потому что сегодня у нас в мире существует так много религий И у всех разные способы спасения Итак, действительно ли Бог сказал, что был только один путь? В Бытие 4 глава 4 стих мы читаем Авель также принес от первородных стада своего и оттука их И презрел Господь на Авеля и на дар его А на Каина и на дар его не презрел Каин был сильно разгневан И поникло лице его Итак, когда Авель принес от первородных стада своего Господь презрел на Авеля и на его дар Потому что он следовал Божьим указаниям Он должен был принести ягненка Если мы обратимся к Библии и посмотрим на события Когда Иоанн Креститель говорит Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира То эта первородная стада – это тип Который указывал на Иисуса Христа И это путь к спасению Ибо нет другого имени под небом Данного человеком, который надлежал бы нам спастись Кроме имени Иисуса Христа Это библейский критерий Но Каин сказал Нет, я принесу дела моих рук Я не пойду по этому пути искупления Итак, кажется, что с самого начала есть конфликт О том, как мы спасены И Библия очень ясно и прямо говорит Начиная с книги Бытие Вплоть до книги Откровения Что только агнец Божий приносит спасение на землю И нет другого пути, которым вы можете быть спасены Нет другого имени под небом, которым бы надлежало бы нам спастись Итак, жертва Каина была неприемлемой Но каково было отношение Каина, когда он предлагает дела своих рук, а они не были приняты Он был очень разгневан И его лицо поникло Итак, очевидно Есть конфликт И даже до сегодняшнего дня С точки зрения того, как мы спасаемся Это важно И путь Каина в конечном итоге привел к пути Вавилона Таким образом Способ дисоперанди Вавилона с точки зрения плана спасения Это спасение своими собственными делами А план Библии Спасение через ангца Божьего И возникает другой вопрос Действительно ли Бог сказал, что будет судный день для потопного мира? Итак, очевидно Есть тест, верно? Человек будет судим По его делам Итак, это не просто выбор ради выбора Ты проповедил он кого-нибудь о мелочах? Действительно ли Бог сказал, что вы не ложились в плоды с этого дерева А ты говоришь, что это мелочь Но посмотрите на большие последствия, которые это имело Итак, хотя Бог долготерпеливый, но в конце концов есть суд В Бытие, глава 6, стих 3 мы читаем И сказал Господь Не и вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками Потому что они плоть Пусть будут дни их 120 лет Итак, Ной проповедовал 120 лет Интересно, что это число 120 Встречается довольно регулярно в Библии И возникает вопрос Имеет ли это какое-либо дополнительное значение? В Бытие, глава 6, стих 7 говорится И сказал Господь Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил От человека до скота И гадов, и птиц небесных истреблю Ибо я раскаялся, что создал их Итак, должен был наступить суд И затем, когда наступило время суда Бог сказал Ною, в стихе 13 И сказал Бог Ною Конец всякой плоти пришел пред лице Мое И без земля наполнилась насилием от них Это очень интересный момент И вот я истреблю их с земли Сделай себе ковчег из дерева Гафер Отделение сделай в ковчеге И осмоли его смолою внутри и снаружи Итак, есть способ спасения И это был ковчег И если вы были в ковчеге То вы последовали по пути спасения Сколько человек вошло в ковчег? Восемь Восемь Ты знаешь, это интересно Когда мы обращаемся к библейской нумерологии Число восемь часто ассоциируется с Иисусом Потому что если вы хотите посмотреть на это То он восхит первый день Который в самом деле является восьмым днем в цикле Есть много-много мест Есть много-много книг по нумерологии Вы можете изучить этот вопрос Я не буду вдаваться в подробности Но число восемь связано с Иисусом А число шесть связано с заклятым врагом Иисуса Верно? Итак, может быть число восемь Это просто предположение Но число восемь это те Которые во Христе В последнее время Хотите принимайте это Хотите нет Итак, не конкретно восемь человек в конце Но те, кто во Христе Это просто размышления Идем дальше Эта идея 120 лет Так же увлекательно Но и проповедора 120 лет После 120 лет проповеди Настал суд Те, которые были жестокими Которые, которые были грешники Они были уничтожены в потопе И только те, которые были в безопасности В ковчеге Они были спасены И теперь Интересно, что Моисею также было 120 лет Когда Когда дети вошли в Ханаан А Хананеи были изгнаны Моисей умер И воскрес Он попал на небеса Потому что явился Иисус и ученикам На горе преображения Господнем Мы читаем об этом в книге Иуды Где описан этот конфликт с дьяволом Из-за тела Моисея Итак, здесь Снова, как и в случае с Моисеем Было 120 лет Число 120 встречается много раз в Библии 40 дней, 40-дневные циклы 40-летние циклы и тому подобное Они всегда имели тенденцию Приходить в тройки Итак, 40-40-40 Это те же 120 лет Некоторые из пионеров-адвентистов Полагали, что это может быть Ссылкой на конец времени Потому что они посчитали Что если вы возьмете 120 юбилеев Вы получите 6000 лет У Хаймса, например Были такие вычисления Но мы не будем сейчас вдаваться В эти детали Но просто интересно Что есть эти интересные соотношения Потому что ископаемый мир Похоронен в водянистых могилах На самом деле Окаменение требует Очень особых обстоятельств Им нужна вода Для обмена минералов Это не оригинальный аммонит Это ископаемый Это его минерализованная копия Другими словами Но это не займет миллионы лет Чтобы эти вещи произошли И затем у вас, конечно, есть также Эти слои мела Которые являются Фораминифером Одноклеточных организмов И радиолярии Которые также откладываются из воды Итак, весь мир должен быть покрыт водой Потому что это универсальный слой Итак Был всемирный потоп В прошлом Бог уничтожит человечество И только те, кто были ковчеги Были спасены И это служит типом Конца времени Поэтому мой следующий вопрос таков Подлинно ли Бог сказал Что этот суд был прообразом Окончательного суда Если мы откроем 2 Петра Глава 2, стих 5 Там говорится И если не пощадил первого мира Но в восьми душах Сохранил семейство Ноя Проповедника праведности Когда навел потоп на мир нечестивых И если города Содомские и Гоморские О судивное истребление Превратил в пепел Показав пример будущим нечестивцам Сказано довольно объемно Здесь у нас две типологии У нас есть разрушение Допотопного мира водниное Который служит прообразом Окончательного суда Иной проповедник праведности Праведность Христа Станет центральной частью Последней вести Как вы спасены? Вы спасены праведностью Христа, верно? Не делами Каким был путь Каина? Дела А какая вавилонская религия? Дела Итак, это была уникальная религия Где вы не спасались своими заслугами Но вы были спасены чужими сослугами Как выразился Мартин Лютер Заслуга, которая не была частью вас Но пришла из более высокого источника Иисуса Христа И эти две религиозные системы Были в конфликте Со времен Каина и Авеля Теперь Поразительно то, что даже те Кто были в истине И верят, что Агнец Был путем спасения Даже они Когда-то имели тенденцию Возвращаться к вавилонской системе Таким образом Вы можете некоторое время Быть в истине А затем Печальное отступничество Входит в среду народа Божьего И в конце концов Они разлагаются И снова становятся частью Вавилона Есть этот постоянный цикл И каждый раз Когда они отходят от Бога Бог посылает пророка И Он возвращает их назад А затем они отступают А затем Бог снова посылает пророка А затем Он возвращает их И это просто постоянный прилив и отлив Будет ли то же самое у нас в конце? А затем Он приводит поразительный пример Городов Содома и Гоморы Которые были разрушены огнем и серой И эта основа служит прообразом для тех Кто будет безбожно жить в конце времени Другими словами Был потоп и был суд И это вот является доказательством этого Это существо умерло во время потопа Было много-много существ, которые жили до потопа Которые больше не существуют На самом деле это один из аргументов Который отрицает теорию эволюции Потому что если бы эволюция была права Вам пришлось бы начинать с очень низкой плотности животных И вы должны были бы получать все больше и больше разнообразия По мере продолжения Но на самом деле у нас есть обратное действие У нас есть большое количество существ в прошлом Но потом их становится все меньше и меньше Итак, у нас есть обратное действие Которое показывает, что должно быть было огромное творение С огромным разнообразием животных Многие из которых вымерли Окаменелости не являются свидетельством эволюции Но наоборот Гораздо большего разнообразия в прошлом Есть еще один момент Размер поменялся Если эволюция права То вы должны эволюционировать От малого к большему И так очевидно, что вы не начинаете эволюцию со слона И не заканчиваете амебой Начинайте с амебы и заканчивайте слоном Но в прошлом все было большим И более вырожденным И меньше по размеру сегодня И тогда, в прошлом было разрушение И Бог действительно сказал, что будет суд Мы ездим на наших транспортных средствах Что является доказательством того, что был суд Тогда как все это органическое вещество Происходит от того, что скрыто в недрах земли Это органическое вещество Должно быть на каком-то этапе Оно было живым существом Когда они вышли из Ковчега Бог пообещал им, что Он больше не разрушит мир потопом Окончательное уничтожение будет огнем Верно? Бытие 9.15 Поверили они Богу, когда Он сказал И я вспомню завет мой, который между мной и между вами И между всякой душой живой во всякой плоти И не будет более вода потопом На истреблении всякой плоти Локальное наводнение может происходить Но всемирного потопа не будет Бытие 11.4 говорит И сказали они Это вавилоняне Помните, что мы говорим о вавилонском образе мысли и мышления? Пойдем Построим себе город и башню Высотой до небес И сделаем себе имя Прежде нежели рассеемся по лицу всей земли Итак, на самом деле Они построили башню, чтобы спастись в будущем от потопа Это показывает нам, что они не поверили Богу Я пытаюсь подчеркнуть Что человечество склонно не верить тому Что говорит Бог И если вы не верьте тому, что на самом деле сказал Бог То во что вы тогда в действительности верите? Это очень важный момент Итак, подлинно ли Бог послал Моисея, чтобы избавить народ, когда они были в Египте? В книге Искот, 2 глава, стих 14 мы читаем А тот сказал Это уже израильтяне Им была оказана помощь и содействие в лице Моисея Кто поставил тебя вождем и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и сказал Верно узнали об этом деле Они не понимали, что Моисей будет вождем и судьей над ними И он служит типом великого вождя и великого судьи Которого они также отвергли Которым является Иисус, верно? Итак, на что я обращаю внимание здесь Действительно ли люди верят, когда Бог посылает кого-то стать вождем и судьей? И ответ нет Сколько неверия в мире Подлинно ли Бог потребовал изменить образ жизни, когда Он вывел детей Израиля из Египта? В числах 11.6 говорится И ныне душа наша изнывает или иссохла Ничего нет, только манна в глазах наших Мы говорили об этом, я не буду вдаваться в подробности Числа 11.31 Бог отвечает им И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов И набросал их около стана На путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону Около стана, на два почти локтя от земли И встал народ Весь тот день и всю ночь И весь следующий день собирали перепелов И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров И разложили их для себя вокруг стана Мы обсуждали это раньше Но Бог не был доволен ими Псалом 105.14 Увлеклись похотением в пустыне И искусили Бога в необитаемой Я хочу сказать, что Что бы Бог ни делал Человеческая природа Восстает против Него Даже если это было для ее же блага, верно? И Он исполнил прошение их Стих 15 Но послал истощение в душе их А потом в 1 Коринфянам 10.6 мы читаем А это были образы для нас Чтобы мы не были похотливы на злое Как они были похотливы Итак, все эти вещи в Ветхом Совете Служили прообразом Для Божьего народа И каждый раз Если Бог сказал что-то Вы можете задать вопрос, который вам задают А времени они спрашивали Подлинно ли Бог сказал? И я не думаю, что Он это имел в виду Я действительно должен сделать это? Или я действительно должен верить в это? Бог не собирается делать этого, верно? Итак, подлинно ли Бог сказал, что Его народ должен отделить себя от мира? Это было очень сложно Очень трудно для людей Давайте перейдем к Ветхому Завету Потому что мы смотрим на тип и антитип Верно? Ветхе 12.1 И сказал Господь Аврааму Пойди из земли Твоей От родства Твоего И из дома Отца Твоего В землю, которую Я укажу тебе Выйди из своей страны Выйди из своей семьи И даже из дома Отца Твоего Выйди Это очень важный призыв Было два призыва к Аврааму Один был в Уре А другой в Харане И если мы обратимся к Новому Завету Книге Откровения Там также есть два призыва Выйти из Вавилона Обратимся к 14 главе Откровение Пал Пал Вавилон И Откровение 18 глава Пал Пал Вавилон Выйди из него Выйди Это очень похожие вещи Тип и антитип должны встретиться Друг с другом Итак, сам Иисус повторяет это И говорит в Евангелии от Матфея 19.29 И всякий, кто оставит домы Или братьев Или сестер Это семья Или отца Или мать Или жену Или детей Или земли Ради имени моего Получит во сто крат И наследует жизнь вечную Это не инструкция Как избегать своей семьи Или все продать Нет Определенно нет Это инструкция Как отделить себя Потому что мы живем в антитипе Отделить себя от того, что противится Богу Вы должны выйти из этого мышления И от всего, что цепляет вас за мир Избавиться от этого Вы должны стоять на вашем пути С вашими личными отношениями с Иисусом Другими словами Не твой отец Не твоя мать Не твоя жена Не твои дети Или никто другой Не должны удерживать вас От следования истине Ты должен любить всех их Но любовь к Богу Превыше всего Совершенно верно Итак Поддали ли Бог сказал Что его народ должен отделить себя От буквального Вавилона Итак, мы возвращаемся к древним временам А затем мы обратимся к современному времени Верно? Потому что это тип И типология И антитип является увлекательным в Библии Исайя 48.20 Это довольно много времени До вавилонского плена Здесь говорится Выходите из Вавилона Бегите от халдеев Согласом радости Возвещайте и проповедуйте это Распространяйте эту весть До пределов земли Говорите Господь искупил раба своего Иакова Вавилон является препятствием для тех Кто хочет быть частью Божьего плана Это препятствие Он препятствие Это связано со спасением Потому что здесь упоминается искупление Верно? Вы должны бежать от вавилонского мышления Здесь было буквальное бегство из Вавилона Не увлекайтесь вавилонским мышлением А затем Иеремия Во время, когда Вавилон фактически завоевал Иерусалим Он говорит Бегите, уходите скорее Сокройтесь в пропасти Жители Ассора Говорит Господь Ибо Новоходоносор, царь Вавилонский Сделал решение о вас И составил против вас замысел Итак, этот могущественный царь Вавилона Тот, кто взял в плен израильтян У него есть несколько качеств Он принял определенные решения Против народа Божьего И он составил замысел против вас Он не оставит вас в покое Он придет за вами И какова его цель, приходя за вами, забрать вас Он хочет покорить вас Он хочет взять вас в плен Он хочет, чтобы вы были его рабами Но у него есть проблема С теми, кто не поклоняется В соответствии с его манерой или нормой Навязывал ли он свой стиль поклонения Что случилось с друзьями Даниила Они должны были поклониться Отказались ли они? Да, они отказались Иеремия 51,6 говорит Бегите из среды Вавилона И спасайте каждый душу свою Чтобы не погибнуть от беззакония его Ибо это время отмщения у Господа Он воздаст ему воздаяние Итак, Вавилон будет судим И если вы являетесь частью Вавилона Вас будут судить вместе с Вавилоном Итак, когда буквально Вавилон разрушен Который стружит прооблашем антитипа Вавилона И если вы являетесь частью антитипа Вавилона Вы будете уничтожены вместе с ним Вы должны выйти из него буквально Вы должны выйти из Вавилона Буквально и умственно Да, совершенно верно Теперь давайте спросим себя Тогда если это был тип То был и антитип Подлинно ли Бог сказал Что его народ должен отделить себя От антитипа Вавилона Теперь мы перейдем в наше время Давайте читать стихи из Откровения 18 глава Это громкий клич После сего я увидел иного ангела Сходящего с неба И имеющего власть великую Земля осветилась от славы его Это весть, которая должна распространяться повсеместно Это не тайный сговор Это весть от Бога И воскликнул он сильно громким голосом, говоря Пал, пал Вавилон Сколько раз он говорит это? Дважды Он говорит это дважды Великая блудница Сдела сожилищем бесов И предстанищем всякому нечистому духу Клеткой всякой нечистой и отвратительной птицы Ибо яростным ведом блудодеяния своего Она напоила все народы Когда буквально Вавилон пал на стене была надпись Мене, Мене И это также было дважды Потому что были два правящих царя Был Баласар Это был его отец И его отец заботился о духовной стороне А он заботился о политической стороне Это был союз церкви и государства Таким образом было два аспекта буквального Вавилона Церковь и государство И они работают вместе И здесь снова у вас есть два аспекта Пал, Пал, Вавилон Есть духовный аспект И есть политический аспект Сдела сожилищем бесов И предстанищем всякому нечистому духу В этой системе есть сложный святой дух Клеткой Что такое клетка? То, что держит вас в плену Всякая нечистая и отвратительная птица И так там есть сложные духи Потому что истинный дух Божий Изображен в виде голубя Всякая нечистая и отвратительная птица Это ложный дух И так это демоны А дальше идут эти грустные слова Ибо яростным вином блудодеяния своего Она напоила все народы Все они пили вино Вавилона Что означает вино? Учение И так они проглотили вавилонское учение И цари земные любодействовали с нею И так у вас есть два аспекта У вас есть вино Вавилона Которое является ложной доктриной Это церковная сторона И у вас есть политическая сторона Которая представлена царями мира И так вы имеете два аспекта Они всегда неотъемлемая часть Вавилона Но здесь упоминается еще один И купцы земные Если вы вернетесь к Ветхому Совету Там были также купцы Царь Тирский Который также служит типом купцов земли Это очень важно И купцы земные разбогатели От великой роскоши ее И так деньги Вавилоне Она контролирует экономику И услышала иной голос неба говорящий Выйди от нее народ мой Чтобы не участвовать вам в грехах ее И не подвергнуться язвам ее Ибо грехи ее дошли до неба И Бог воспомянул беззаконие ее Беззаконие против закона Божия И против слова Божия Итак, в конце концов У нас есть система Которая называется Антитип Вавилон Она состоит из союза, церкви и государства У нее ложная доктрина Она контролирует экономику И вы должны отделить себя от нее Это очень сложно Потому что есть экономическая причастность Есть религиозная причастность И есть очень серьезная политическая причастность Это очень тяжело Теперь, кто такой Вавилон? Нам нужно знать Мы не можем говорить людям, выйдя из Вавилона Не сказать, кто такой Вавилон, верно? Определенная А иначе как узнать? Точно Итак, давайте посмотрим на три составные части Вавилона Ее также называют городом Великим Был город Откровение 16-19 И город Великий распался на три части Итак, мы видим, что Вавилон имеет три составные части Помимо церкви и государства Есть также три других аспекта И города языческие пали И Вавилон Великий воспомянут пред Богом Чтобы дать ему чашу вина ярости и днева его Стих 13 И видели трех духов нечистых, подобных жабам Жабы были очень важными египетскими божествами И им поклонялись И одна из жабы, верно? Выходящих из уст дракона И из уст зверя И из уст лжепророка Итак, это три составные части Есть компонент дракона Есть компонент зверя И есть компонент лжепророка Иисус предупреждал, что будет много лжепророков Итак, лжепророк снова делится на множество групп Называемых многими лжепророками Реформация Идентифицировала зверя очень четко Даже во времена дореформации Что зверь это римско-католическая система Дракон связан с религией дракона Другими словами, спиритизм во всех его проявлениях Илжепророк, которого вы найдете в 13 главе Откровения Особенно связан со вторым зверем из 13 главы Откровения И это протестантизм, который вернулся к вагмилонским принципам Так, вот эти три составные части Все мировые религии попадут в одну из этих трех категорий Это бесовские духи, творящие знамения Они выходят к царям земли всей вселенной Чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя Итак, между мышлением Вавилона и Божьим народом Будет конфликт Итак, кто будет вовлечен В этот вавилонский аспект? Цари земли Все в мире будут зависеть от этого Итак, вы должны сделать выбор И будет конфликт Все иду как тать Блажен бодрствующий и хранящий одежду Туи, чтобы не ходить ему нагрим И чтобы не увидели срамоты его И здесь у вас есть эта аллюзия наготы Одежда праведности должна покрывать вас Итак, здесь у вас есть праведность по вере Помните, Ной был проповедником праведности И Авель принял праведность по вере в кровь Акса А Каин отказался принять ее 16 стих И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон Гора Мегида Большой конфликт между священниками Ваала Там был этот огромный конфликт Итак, весь Ветхий Завет пропитан типологиями Великий конфликт в конце мира И нам нужно это понять Потому что от этого зависит наша жизнь Мы должны сделать выбор Где мы стоим Я сказал, что реформаторы определили зверя как католицизм Позвольте мне сделать это совершенно ясным Мы говорим о системе Мы не говорим о людях Люди должны сделать индивидуальный выбор И поскольку система определена Как часть Вавилона Мы увидим Почему люди не обязательно становятся вавилонянами Потому что они могут быть обмануты Верно? Библия ясно говорит нам, что Бог говорит Выйди из нее Кто? Мой народ Итак, где в основном находится Божий народ? В этой системе В этой системе Но они должны выйти Католики Католики Очень искренне верующие И если вы возьмете Великих реформаторов Реформации Они все были католиками И все же они стали Великими реформаторами Например, Мартин Лютер Или Менонфтон Итак, мы не говорим о людях Это не нападение на кого-либо Кто является католиком Это описание системы Что не так с системой В конце концов, я был католиком Но я больше не католик Потому что я осознал, что эта система не согласуется Со Словом Божьим Итак, мы должны посмотреть на это Вот книга, которая была написана в 1946 году Она выпущена Муди Пресс Это красивая маленькая книга Это очень тонкая книжка И если вы посмотрите ее на Амазон Вы увидите, что она Стоит непомерной цены И это, наверное, из-за печати Верно? Это было в 1946 году И мне было очень интересно Посмотреть, что Муди Пресс Сказал по этому поводу Книга называется Библия и Римская церковь Реформаторы считали Священное Писание Единственным мерилом веры и опыта А сыновья реформаторов Выбрасывают Единственные мерила Из окна Это интересно Оно разорвано в клочья Искусными руками критиков С Библии идет Бог Библии И когда мы обвиняем Рим В буквальном идолопоклонстве За почитание реликвий Изображений и так далее Они возвращаются с обвинением В интеллектуальном идолопоклонстве В протестантизме Имея этого богооткровения Создав нового Бога Продукт отступнического мышления Помните, это не адвентистский источник Это Муди Пресс Они понимают, что в протестантских церквях Живет много-много людей Тысячи людей Которые понимают В чем заключается проблема Почему они стали продуктом Отступнического мышления И почему они фактически Присоединились к Вавилону И стали частью Вавилонской системы Помните тот документ Который мы обсуждали на днях Юбилей Земли Это невероятно Насколько этот документ Пропитан вавилонским вином На самом деле он звучит так Как будто это не протестантский документ Верно Сколько людей сегодня Сидит в протестантских церквях И они смотрят на предложенную мораль Смотрят на доктрины Переосмысливают их И они буквально опустошены Некоторые из них в слезах Но они не знают, куда идти И поэтому не застряли в системе Это новые вещи Это был Муди Пресс 1946 год Он уже тогда понял это Они создали нового Бога Протукт отступнического мышления Дим не боится модернизма Это плодотворный рыбацкий бассейн Поскольку человеческое сердце Не может быть удовлетворено Смутными, пустыми Неопределенностями модернизма Рим обращается к тем Кто находится под влиянием Этого выхолощенного бренда Протестантизма И предлагает Авторитет церкви Основанной Иисусом Христом Вместо Неопределенности безразличия Это блестяще Итак, вот приходит Рим и говорит Вы знаете Ваш корабль плывет по океану И ему некуда идти Это все потому, что вы отказались От принципов Библии Вы присоединились к модернизму И теперь посмотрите на себя Ваша мораль вылетела в окно У вас нет якоря Приходите в мать-церковь И мы дадим вам якорь Итак Ваша принадлежность Должна перейти от Бога Библии К человеку Который утверждает Что является представителем Бога Здесь на земле Это очень опасная вещь Как это было сказано там Рим, который не дистанцируется От умеренного модернизма Продолжим читать Все это связано с модернизмом Как насчет нашей евангелизации Мы исповедуем высшую власть Бога И Его Слова Но как это работает в нашей жизни Это не только возможно Но и слишком часто Быть евангелистами в доктрине И модернистами на практике Ментально соглашаясь С великими доктринами Принципами веры Однажды преданную святым И в то же время Отказываясь от жизни Послужания стандартам Евангелия Провозглашенные равным Авторитетом в Священном Писании В протестантизме Сегодня все проходит Нет никаких правил Относительно пищи, например Нет никаких правил Относительно способа поклонения Или чего-либо Но это не значит Что они не делают все возможное Чтобы выполняться Богу Соответствием с Его принципом Они делают так, как они верят Да Они вздыхают и плачут За все слово, которое совершается в мире Одно дело изучать Священные Писания Для богословской точности Другое подчиняться им Для регулирования своей жизни Догматически мы признаем Иисуса Христа Господом Титул которого мы считаем Титулом Его Божества Тогда как мы можем уступить Ему Кроме практического подчинения Ему Как Господу нашей жизни И Богу нашего спасения Мне нравится это Потому что Это написал не адвентист Но он говорит, что вы должны Иметь упорядоченную жизнь Ты должен жить по принципам Сегодня, если вы говорите Это то вы фанатик В полное посвящение и полное послушание Единственный логичный ответ Нашего исповедания Как евангелиста Рим указывает На матернистскую марку протестантизма Как прекрасный пример Того Писания, который говорит В те дни не было царя у Израиля Каждый делал то, что ему казалось справедливым Это показывает Что есть царь в Израиле Мы хотим быть спасенными Но мы не обязательно хотим Чтобы царь управлял нами У царя есть правила У царя есть закон Итак, протестантизм сегодня Является плодотворным промыслом Для Рима Потому что у него нет якоря Потому что они разочаровались Подлинно ли Бог сказал Они больше не верят в это Они не верят, что Бог действительно сказал Что был потоп Они не верят, что Бог действительно сказал Что это плохо для вас Итак, тогда во что вы верите? Вот интересная книга Автор Пол Строхан Она называется «Сознание» И это стекуляризация сознания И вот аннотация Сознание было освобождено От институциональной религии В эпоху просвещения И так было разделение Часто думают, что это было связано С стекуляризацией в то время Парадоксально Можно сказать, что это было следствием Евангельского рвения 16-17 веков Это интересное утверждение Отношения между совестью и организованной религией Не закончились их полностью Они пользовались значительной поддержкой В институционализированном христианстве Божественной присутствии все еще существует довольно сильно в представлениях сознания Секуляризация знания исследует, как совесть отошла от ее сильной христианской связи И стала не церковной И была принята философами 18 века Философы эпохи просвещения Отвергли узкую концепцию сознания И открыли ее обсуждение Для более широких зарезонов Социального консенсуса Другими словами не говорят Ваша совесть в прошлом Была продиктована вашими религиозными убеждениями Но не была освобождена от ваших религиозных убеждений А теперь ваша совесть или ваше сознание диктуется социальным консенсусом Итак, что правильно, а что неправильно Не определяется Словом Божьим Это не определяется даже вашей религией Это определяется вашей социальной средой Это очень и очень опасно Потому что где ваш якорь? Вы можете переходить из одной социальной среды в другую И быть в совершенно другой социальной толпе Совершенно другими нормами Нам даже не нужно вдаваться в детали Люди могут поразмышлять сами над этим, верно? Если в одной группе что-то приемлемо Это не обязательно делать ее истинной Именно Итак, какова ваша основа морали в соответствии с Писанием? Вот цитата из Духа Пророчества Это адвентистский взгляд Великий учебник Изучение слова Слово Божье Это великий учебник для учащихся наших школ Библия излагает всю волю Божью в отношении сынов и дочерей Адама Библия – это правило жизни Она учит нас, какими мы должны стать для будущей бессмертной жизни Наша вера и наши поступки могут сделать нас живыми посланиями, узнаваемыми и читаемыми всеми людьми Людям не нужен тусклый свет преданий и традиций, которые не помогают в постижении Писаний Это все равно, что пытаться помогать полуденному солнцу слабым светом фонаря Учащимся, чтобы уберечься от заблуждений, не нужны мифы и суждения священников и служителей Обращайтесь к Божественному Слову и вас озарит свет В Библии разъясняется каждая обязанность Любой ее урок носит всеобъемлющий характер и может подготовить человека к вечной жизни Очень ясно, Библия – стандарт морали Это другая цитата Дар Христа и просвещение Святого Духа открывает нам Отца и Сына Слово Божье содержит все необходимое, чтобы умудрить во спасение людей В Слове, понятно, раскрывается наука спасения Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен Исследуйте Писания, потому что в них вы найдете Божественный совет и услышите глаз Божий, обращенный к сердцу Слово Божье является основой морали Это то, во что верили протестанты И это то, чему учит адвентизм Слово Божье ведет нас на этот высший уровень Оно приведет нас на более высокий уровень Молодежь, во имя Иисуса я призываю вас с теми, с кем я скоро встречусь в престоле Божьего Изучайте вашу Библию Она покажет вам не только столб облачный днем, но столб огненный ночью Она откроет перед вами путь, ведущий вверх и выше Предлагаю вам идти вперед Библия Вы не знаете ее ценности Это книга для ума, для сердца, для совести, воли и жизни Это послание Бога к вам в таком простом стиле, что оно соответствует пониманию маленького ребенка Библия Драгоценная книга Официальная Библия Римской Церкви – Вульгата Совет Трента признал ее единственной непогрешимой Библией, в отличие от протестантской Библии Итак, мы вернулись к рукописям, верно? Это взято из Муди Пресс, страница 19 Это та же маленькая книга от 1946 года Библия и Римская Церковь И здесь пишется Когда Вульгата была выпущена Папой Сикстом, чтобы исполнять анафемию против любого, кто изменил бы это слово Она была настолько полна искажений, что она должна была быть изъята и пересмотрена И была переиздана Клементином VIII, все еще под именем Сикста Это не адвентистский источник, это снова Муди Пресс Итак, Вульгата была полна искажений Если вы думаете о том, что влияет на разум человека Чтобы отойти от того, так говорит Господь Есть очень много измов Давайте рассмотрим некоторые из них Происхождение видов, например Также интересно, когда именно их выпустили Итак, вот введение в происхождение видов Тайна Тайн, как ее назвал, один из наших великих философов Так Дарвин говорит, что он начал думать об этом в 1837 году Но он изложил это на бумаге в 1844 году А затем он отправил это всем А затем после всего этого, наконец, написал книгу Итак, 1844 год Это дата, когда, согласно происхождению видов Эта книга была выпущена 1844 год Интересная дата, верно? Эта теория сделала больше, чем многие другие теории Чтобы дискредитировать Библию И удалить веру верующих В Библию Вот почему у нас есть все эти лекции на тему эволюции Если люди хотят посмотреть, поставите ссылки Чтобы они снова могли их присмотреть Особенно ваша лекция о 1844 году И так же с дарвинизмом Даже если вы И относительно дарвинизма Даже если вы не стали атеистом У вас есть много людей, которые на самом деле верят Они верят, что вы протестанты, вы христиане Но есть некоторая часть, которая не верит полностью тому, что сказал Бог Вы можете сказать, хорошо, эта земля была создана за шесть периодов Но не за шесть буквальных дней Итак, это корни дарвинизма Причем очень глубокие корни Совершенно верно Теистическая эволюция является еще одной серьезной проблемой Потому что теистическая эволюция приводит вас к тому, что смерть Это механизм достижения величия посредством естественного отбора Но согласно Писанию, смерть является следствием греха Вначале не было смерти Поэтому она не могла быть механизмом эволюции Так что это полностью отрицает Евангелие Также интересно то, что в том же 1844 году На горе Синай был обнаружен Синайский рукопос или Синайский кодекс Если вы посмотрите сюда Если мы возьмем текст из книги Бытие 3.15 В переводе короля Иакова, который основан на полученном тексте То там написано Я положу вражду между тобой и женой Между твоим семенем и ее семенем И оно поразит твою голову А ты поранишь его пяту Это великое обетование и искупление в Иисусе Христе Семя жены Это между семенем жены, которая является церковью И семенем дьявола, которая является его церковью У них будет вражда Между ними будет вражда До конца Семя, это слово, стоит в единственном числе И, как говорит апостол Павел Это Христос И он поразит или сокрушит голову змея А Христос будет ранен в пяту Но если вы возьмете Дюэ Реймс, которая является версией иезуитов Которая является католическим противоречием Библии информации Они выразили это так Я положу вражду между тобой и женой И твоим семенем и ее семенем И она сокрушит твою голову А ты будешь лежать и ждать ее пяты Итак, здесь делается ссылка на Марию Итак, мы видим, что Иисус был удален из картины Но ясно, что именно это так и должно быть Так что, другими словами, это замена Христа заступницей Марии Итак, увлекательным является 8 мая 1844 года Я имею в виду, что многое произошло в этом году Лидер Римско-католической церкви Папа Римский Григорий XVI Направил письмо членам католической иерархии О суде в библейские общества Как основных врагов католицизма И выступил против того Что он назвал беспорядочным распространением Священных Писаний для мирян Это письмо было опубликовано в Нью-Йорк Геральт 15 июля 1844 года И оно частично гласит Эти библейские общества Только дерзко заботятся о том Чтобы побудить всех в частной интерпретации Божественного оракула Чтобы внушать презрение к божественным традициям Которые католическая церковь сохраняет Под авторитетом Святого Отца Итак, если вы читаете Библию И интерпретируете Библию вместе со Святым Духом То согласно Риму Вы отклоняетесь от ее принципов Чтение Святой Библии Переведенной на простонародный или общий язык Не должно быть разрешено Кроме как для утверждения людей в вере Ни одной версии Которую следует разрешить читать Кроме тех Которые должны быть одобрены Святейшим Престолом Сопровождаемыми примечаниями Взятыми из Писаний Святых Отцов Или других известных католических авторов Итак, Рим говорит Что только они будут толковать Библию Мы подтверждаем и возобновляем декреты Против публикации, распространения, чтения и хранения Книг Священного Писания Переведенных на простонародный язык А почему сегодня Нет больше с этим проблем? Это было в 1844 году У них была большая проблема Но больше ее нет Возможно потому, что Святой Престол Утвердил новые Библии Ага Так что если вы можете разместить Содержимое в протестантских версиях И принять римско-католические версии Тогда все в порядке Библия предупреждала Что произойдет нападение на слово 2 Коринфянам 2.17 Здесь есть ряд стихов Из Коринфянам, Иеремии, Петра Давайте прочитаем некоторые из них Ибо мы не повреждаем Слово Божие И так значит будут люди Которые будут повреждать Слово Божие Не искажая Слово Божие Вот я на пророков Говорит Господь, который крадут слова мои друг у друга Другими словами не говорят то Что я на самом деле сказал Изменили мое слово Извращайте Слово Живого Бога Превращают, как и прочие писания во втором Петра Врывают их из контекста Так что все это хитрые пути дьявола, верно? Подлинно ли Бог сказал? Может должно быть так или это? Так, какую рукопись вы собираетесь использовать? Мы уже говорили об этом Поэтому мы не будем снова возвращаться к этому Устраняя Слово Божие преданием вашим Дарвинизм, верно? О, это история, это аллегория Это маленькая сказка о потопе и ковчеге о том и об этом Отрицание Это все предание Римлянам 1.25 Они изменили истину Божьей ложью И это возможно? Вы можете взять Слово Божье и превратить его в ложь? Повергая истину на землю Это был один из атрибутов власти маленького рога И он, повергая истину на землю, действовал и успевал И он был очень успешным Мы можем видеть, что он был очень успешен Откровение 6.9 И увидел я под жертвенником души убиенных за Слово Божье И за свидетельство, которое они имели Итак, происходит ли война вокруг Слова Божьего? Время от времени Были ли люди убиваемы за это? Миллионы Да, миллионы Может это случиться снова? Я думаю, что да, Библия говорит об этом Итак, очевидно был бунт, верно? Против Слова Божьего Вот утверждение 2-го тома «Избранных вестей» Я задаюсь вопросом Можно ли исправить людей Исполненных духом восстания? Внимательно прочтите главу из книги Патриархии и Пророки Посвященную восстанию Корея Дафана и Аверона Это восстание охватило больше двух человек Известные люди Ох, это пугает меня Потому что тип может встретить антитип Как ты думаешь, могли бы мы иметь таких людей в наших рядах? Это дети Израиля, которые восстают против Слова Божьего Или восстают против свидетельств Можем ли быть так, что есть в HD-конгрегации лидеры церкви Которые находятся в этой категории? Мы действительно должны задаться этим вопросом В первых рядах его находились 250 князей, мужей, известных в народе Называйте восстание и отступление своими именами Поразмыслите о том Для чего столь точно и с таким множеством тягостных подробностей Была в древности записана история народа Божьего В Писании сказано Все это происходило с ними как образа Описанного в наставлении нам, достигших последних веков И если люди, познавшие истину Настолько отдалятся от своего великого вождя Что примут коварного предводителя, отступника И назовут его Христом, своей праведностью То это лишь потому, что их познание истины оказалось весьма поверхностным Они не способны отличить драгоценное от ничтожного Итак, мы сомневаемся, что будет просеивание? Да, просеивание будет Потому что посреди нас есть люди Которые не верят самым простым утверждениям Библии И когда вы обсуждаете книгу Откровения Они называют это теорией заговора Если вы рассматриваете в контексте современности Если вы используете современные знамения Происходящие повсюду вокруг нас сегодня То вы будете отмечены как заговорщик Вы будете отмечены как теоретик заговора Да, вы будете названы тем, кто строит тайные заговоры Мне нравится то, что сказал один человек Те люди, которые верят в теории заговора Это те из нас, кто их изучал Откровение 24 И увидел я престолы сидящих на них Которым дано было судить И души обезглавленных за свидетельство Иисуса И за Слово Божие Эта война Она продолжается со времен Каина и Авеля И эта война будет свирепствовать до конца времени Теперь, что сделают те люди, когда они вступают в конфликт с такой системой? Почему они должны быть обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие? Потому что они отказываются поклоняться зверю и его образу Падший протестантизм Церковь и государство собираются вместе И не приняли начертания на чело свое В знак нашей классической власти Что мы изменили субботу, верно? И на руку свою Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет Миллениум или тысячелетие Мы говорили об этом раньше Но просто для ясности Давайте снова рассмотрим это Итак, что сатана предполагает делать? Он предполагает, что он способен изменить Библию Та часть ангелов, которая пала Понимает все о небесах И они могут привнести различные мнения относительно Библии И они собираются пересмотреть Библию Вы видите, что они будут пересматривать Библию Но каждый из нас должен твердо стоять на Слове Истины Мы не можем позволить себе быть небрежными Но мы должны обладать той простотой благочестия Которая является добродетелью для нас Мы должны иметь это Итак, я немного боюсь этих пересмотренных версий Библии Мне нравятся протестантские Библии Например, старая немецкая Библия Лютера Немецкая Библия Старый африканский перевод Южной Африки Версия короля Иакова Или любая английская Библия Основанная на полученной аптеке Во всех их нет вавилонских изменений Они не изменились Не правда ли, что большая часть оппозиции Которую вы получили за последние три месяца Разве не за вопрос интерпретации Что люди получают из Библии, но затем используют современные переводы Совершенно верно Мы обсуждали Что для этого следствия, например, вы не можете даже говорить об этом Но в переводе все так запутано Ум и характер людей, цитата Которые изучают священные писания Что делает изучение опасным Трудности будут устранены с пути тех, кто с искренним сердцем И смиренным изучает священные писания и молится Господу о мудрости Не должно быть никакого вырывания из писания Никакого искажения слов, как это сделали католики Это очень простое утверждение Библия должна быть исследована в целом То, что в ней трудно понять, станет ясным Благодаря просветлению Святого Духа Здесь не говорится, что через просветление теолога Здесь говорится благодаря просветлению Святого Духа Тиндаль на самом деле сказал о теологах своего времени Что им лучше быть пахарями Вы хотите разрушить завет между собой и вашим Богом? Вечный завет означает только то, что он говорит Это знамение между мной и детьми Израиля навсегда Бог заявляет Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю А в седьмой день он отдыхал и осветил его Это наше доказательство или свидетельство Очень скоро вы увидите, что найдутся люди, которым надоело слушать Повторять что-то, что они должны делать, но чего они не хотят делать И они изменят формулировку Библии Мы знаем, что Господь говорит в откровении о тех, кто это делает Вечный завет Это вечный завет Вы не можете изменить Слово Божье Но Рим использовал свое влияние, чтобы изменить Библию И даже внутри протестантских советов Они оказали там свое влияние и пытались изменить Библию Я имею в виду, если читать Ду Раймс Где Мария будет той, которая сокрушит голову змея Это такое вопиющее отступничество Против Слова Божьего Иезуиты всегда против протестантской Библии Вот цитата из книги «Иезуиты в истории» И здесь говорится Это то, что иезуиты говорили о Библии Они сказали «Библия – это змей с поднятой головой и сверкающими глазами, угрожающий нам, иезуитам С его ядом, в то время как его следы вдоль земли должны быть превращены в жезл Но мы, иезуиты, сможем схватить его в течение трех столетий После того, как этот ужасный осел не давал нам покоя Вы хорошо знаете, что складывает нас в шпагаты и какие клыки грызут нас Они ненавидят священные писания И не основывают свою теологию на священных писаниях Это не просто обвинение Это не заговор Это факт Мы можем изучить то, что они пишут, и мы можем видеть Итак, для всех наших католических друзей Это не обвинение против вас, как католиков Это просьба изучать Библию И посмотреть, гармонизирует ли она с тем, чем учит церковь И если нет, бегите, бегите из Вавилона Но это также и для протестантов Совершенно верно С Библией и их версиями, что они читают Верно Некоторые из них даже не читают вообще всю Библию Они просто берут отдельные части Библии Итак, власть Святого Духа заменяется властью человека Когда вы убираете Бога из уравнения Кардинал Хосиус, председатель Великого Тренского Собора Который является Советом Где протестантизм и католицизм раскололись, верно? Утверждает, что помимо авторитета Церкви Писание будет иметь наибольший вес, чем басни Эпоза Это довольно сильное утверждение Это написал Уали, Папство Это очень авторитетный источник Итак, согласно Риму Библия не имеет никакой власти, если только она не интерпретируется Церковью Интересно, что в ортодоксальных еврейских кругах То же самое Писание должно быть истолковано равенными Потому что мирянин не имеет права истолковывать Писание Согласно их теологии Итак, они поддерживают эту позицию Ссылаясь на 2 Петра 1 глава стих 20 Но они полностью игнорируют стих 21 Потому что стих 20 говорит «Знай прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» Итак, они говорят «Окей, Церковь должна интерпретировать это для вас» Но стих 21 говорит «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым» Итак, кто может объяснять? Только Дух Святой, а не Церковь В этом заключается ответ Как на ошибку личного толкования, так и на ересь папского толкования Потому что вы можете иметь личную интерпретацию И это еретично Вы будете читать в Библии то, что вы хотите И вы можете изменить формулировку, чтобы убрать то, что нежелательно для вас Матфея 11, 28, там сказано «Придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я дам вам покой» Христос приходит к вам, непосредственно к вам Вам не нужно идти в какие-то системы Си 23, Иоанна 14, глава Иисус сказал ему в ответ «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Итак, каков ваш долг по отношению ко Христу? Здесь не говорится, что если кто любит Меня, он будет следовать указаниям Церкви Здесь сказано «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое» Где я могу найти это Слово? Библии, 1 Иоанна 2, 20 «Впрочем, вы имеете помазание от Святого, и знаете все» Итак, кто ваш Учитель? Бог 1 Иоанна 2, 27 «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы какой человек учил вас» Здесь довольно ясно сказано «Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том, пребывайте» Нам не нужен никакой человек Да, иногда хорошо послушать советы и почитать то, что другие говорили Но в конечном итоге вы должны сказать себе «Что говорит Бог?» «Что говорит Бог?» Если взять вопрос о субботе Вы читаете в Библии «Седьмой день суббота Господня» А служители говорят «Мы должны соблюдать первый день» Тогда есть проблема, верно? Подлинно ли сказал Бог? А сейчас давайте перейдем к сути Простите себя Что такое учение змея? Что такое учение дьявола, которое мы находим в Вавилоне? Это должно быть одно и то же, верно? Итак, нам нужно понять, чему учит Вавилон И нам нужно отделиться от него И критерием должно быть Слово Божье Бытие 3 глава Откуда фактически мы и начали Стих 1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог И сказал мне жене Подлинно ли, сказал Бог Не ешьте ни от какого дерева в раю? Это вопрос И, конечно же, змей не был хитрее Это был тот, кто использовал его в качестве посредника Это был сам дьявол И сказала жена змею Плоды с деревьев мы можем есть Только плодов дерева, которые среди рая Сказал Бог Не ешьте их И не прикасайтесь к ним Чтобы вам не умереть Бог очень справедливый, верно? Он не поместил дерево где-то там на задворках сада Он поместил его прямо там В средине сада Чтобы сделать выбор А мы сталкиваемся с выбором? Да, сталкиваемся Или это какое-то расплывчатое понятие Или это довольно ясное утверждение? Ясное Только плодов деревьев, которые среди рая сказал Бог Не ешь их и не прикасайся к ним Чтобы вам не умереть И сказал мне жене Нет, не умрете Это первое вопиющее противоречие Слову Божьему Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их Откроются глаза ваши, и вы будете как Боги Это его второе вопиющее противоречие Вы будете бессмертными На самом деле вы будете как Бог И третье противоречие Знающее добро и зло Вы сами будете определять, что правильно, а что нет Вам не нужен Бог, чтобы сказать вам, что правильно А что неправильно Вы сами будете определять, что правильно, а что нет Вы будете полностью независимы Вы будете несокрушимы Итак, давайте посмотрим на эту первую ложь Нет, не умрете И создал Господь Бог человека из праха земного И вдунул в лице его дыхание жизни И стал человек душею живою Он не получил живую душу Он стал живой душой Итак, прах земной плюс дыхание жизни Бетаболизм сделали его живой душой Вы должны иметь оба из них Должен быть прах и дыхание И тогда это душа Нет души, существующей отдельно от этого Итак, вы либо живы И у вас метаболизм У вас есть дыхательная активность Или вы мертвы Живые знают, что умрут А мертвые ничего не знают Это противоречит тому, во что сегодня верят большинство людей Они думают, что там, наверху, вы очень мудры И знаете много вещей Мертвые ничего не знают И уже нет им воздаяния Потому что и память о них предана забвению Исайя 26, 19 А живут мертвецы твои Восстанут мертвые тела Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе Ибо роса твоя, роса растений И земля извернет мертвецов Итак, весь Старый Завет очень ясно говорит нам Что когда человек умирает Он превращается в прах Но будет воскресение И они соберутся вместе Будет смерть, но будет и воскресение Даниил подтверждает это И говорит Даниила 12, 2 И многие спящие в прахе земли пробудятся Одни для жизни вечной Другие на вечное поругание и посрамление Итак, есть воскресение жизни И есть воскресение смерти Есть суд Смерть названа сном Псалом 36, 20 А нечестивые погибнут И враги Господни Как тук акций исчезнут В дыме исчезнут Иными словами, те, кто воскрес Чтобы получить вечное проклятие Что с ними происходит? Огонь снисходит с неба на землю Говорит Библия в Откровении И истребит их Истребит полностью Ничего не останется Как будто их никогда и не было В Таразаконе 5, 25 Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь пожрет нас Здесь говорится об огне на Синае Если мы еще услышим Глаз Господа, Бога нашего То умрем Интересно, что те, кто живут В присутствии Бога На самом деле живут В присутствии огня Дьявол перевернул все с ног на голову Он мастер такого дела Он говорит, это проклятие Жить в присутствии вечного огня Это проклятие Нет, это спасение Быть спасенным Значит жить в вечном огне Где Люцифер находился Прежде чем он упал Он ходил среди гнездных камней А как насчет этих трех юношей Которые были в огне Они не сгорели Потому что они были В присутствии Бога И Бог защитил их Своей праведностью Это красивая символика В Откровении 2 глава Где Иисус описан И очи его Как пламень огненный Как полированная медь Итак, даже сатана будет уничтожен В соответствии с Писанием Иезекииль 28, 18 Множеством беззакония твоих В неправильной торговле твоей Ты осквельнил святилища твои И я извлеку из среды тебе огонь Который пожрет тебя И я превращу тебя в пепел на земле Пред глазами всех Видящих тебя Итак, окончательное уничтожение Происходит от огня И последствия этого огня Вечны Мы не собираемся делать Серьезное изучение Библии В состоянии мертвых сейчас Но ты бы мог поставить ссылку Это один из столпов О которых мы говорим Да, о которых мы еще не говорили Есть более подробный материал Я думаю, он называется Мистическое царство смерти Поставь ссылку на это А теперь смысл всего этого состоит в том Чтобы увидеть, чему Учит Рим Вот официальный сайт катехизиса И в отношении этого стиха Статья 366 катехизиса говорит Церковь, не Библия Учит, что каждая Духовная душа бессмертна Она не погибает Когда отделяется от тела при смерти Но Библия говорит совсем другое Они знают, что говорит Библия Важно, что бы они говорили Но церковь учит иному Вот новая католическая энциклопедия Из нее очевидно Что они знают, чем учит Библия Здесь говорится Человеческое бессмертие Душа в Ветхом Завете Означает не часть человека А весь человек Как живое существо Это именно то, что сказано в Писании Прах плюс дыхание И человек стал живым существом Поэтому они знают, чем учит Писание В Новом Завете это означает Человеческую жизнь Это человеческое существо Жизнь индивидуального Сознательного объекта А дальше они говорят о том Как они интерпретировали это Они утверждали, что Новый Завет Не учит бессмертию души В веленистическом смысле Существования бессмертного принципа После смерти Итак, Библия не учит тому Во что люди верят сегодня Но на самом деле Греческая философия Учит, что существует душа Которая отделяется от тела при смерти Итак, Римская католическая церковь Учит Они учат, что Люди бессмертны Они не умирают Мы знаем, что Библия не учит этому Но мы предпочитаем Греческую философию Говорят они Это точно, что они говорят Да, это то, что они говорят Итак, Библия говорит одно Они говорят другое И они сделали это Потому что Как они говорят У них есть власть или авторитет Итак, теперь Во что они верят? Верят ли они змею? Или верят в Слову Божьему? Это учение змея Давайте убедимся Это Папа Лео, 10-й Который В понедельник, 19 декабря 1513 года Объявил Мы осуждаем И осуждаем всех Кто утверждает Что разумная душа смертна Эта була была направлена Против растущей ереси Тех, кто отрицал Естественное бессмертие души И обусловленное бессмертие человека Интересно, что сам Мартин Лютер Поверил, что когда человек умирает Он спит в прахе земном Таким образом Действие этой булы Распространялось И на него Также интересно, что Лютеране сегодня Отказываются от веры в это Они не прописали это В свой катехизис Итак, во что же они верят? В бессмертие души Они верят в то, что является Неправильным учением Итак, это вавилонское учение Или это библейское учение? Вавилонское? Да, вавилонское Просто, чтобы было ясно Это означает, что они верят Что когда человек умирает Его душа продолжает жить Помните, есть остальные части дракона В звере И мы сказали, что все религии Которые имеют аспект дракона Другими словами, чему они учат Также должны иметь это верование Так, давайте перейдем к спиритизму Даже первые руководители Спиритических обществ признали Что их общение было самим сатаной Вин Спритен, норвежский журнал спиритистов Было сделано следующее заявление Спиритизм – это змея в раю Предлагающая человеку Есть древо познания добра и зла Это очень интересное утверждение Мозес Хал Как ведущий спиритический лектор Того раннего времени Дает следующее утверждение Правдивый змей Отвечая на вопросы Кому тогда вы верите Богу или сатане? Я отвечаю Факты в каждом случае в Библии Оправдывают нас в том, что мы верим Сатане Он всегда был правдив Это больше, чем можно сказать о другом Не дьявол, а Бог совершил ошибку В Эдемском саду Бог, а не дьявол Был убийцей с самого начала Это довольно потрясающе, верно? Хорошо, это довольно прямое заявление От этого спирита Это взятое из спритана 15 декабря 1899 года И другой источник Факты веры, страница 200 А теперь мой вопрос такой В сущности Неправильные учителя Это одно и то же Они не объясняют это так Но верят змею, верно? Потому что змей сказал Нет, вы не умрете Это то, чему они учат Это теология змея Во что верят другие основные религии? Я думаю, что они верят точно так же, верно? Это интересно Вот дом сестер Фокс Где родился современный спиритизм Родина современного спиритизма На этом месте возвышался дом сестер Фокс Где духовный мир был создан 31 марта 1848 года Нет смерти Нет мертвых И так это то самое учение Но оно началось еще до 1848 года Если мы вернемся в историю Матушка Анна Ли Основатель шейкеров На пути к потрясению духовного мира В современном обществе Они также отрицали телесные воскресения Это была проблема между фарисеями и саддукеями, верно? И общалась с духами на встречах или сеансах И когда? До 1844 года Но в 1844 году в доме началось постукивание Которым прославились сестры Фокс И так снова у нас есть эта дата 1844 год И так кажется, что Рим и спиритизм На одной странице Когда дело доходит до состояния мертвых И протестантизм Он также на этой странице Итак, дракон Зверь И уже пророк Все имеют эту общую доктрину Или учение Если вы отделяете себя от этого учения И верите во что-то другое То согласно им вы будете еретиком И Папа предал таковых анафеми, верно? В одном из своих декретов А теперь давайте перейдем к другому вопросу Но я думаю, что возможно мы должны сделать это в следующем видео Мы поговорим о других вещах Которые будут очень интересными Где вопрос заключается в том Что вы станете как боги Что является основой движения Нью Эйдж И кто стоит за этим движением Нью Эйдж И дальше, конечно, вопрос Определения для себя Вне Писания Какова основа морали? И когда мы понимаем Что эти доктрины системы Полностью противоречат Библии Тогда мы можем более четко Иметь понимание того Что составляет вавилонское мышление И что должно Отделять народ Божий И почему они должны выйти Что ж, до следующего видео Ты помолишься? Я помолюсь Отец наш небесный Спасибо тебе большое За те благословения Которые мы можем получить от тебя Мы просим, чтобы ты благословил всех нас И сохранил нас до следующего видео Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!